Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Доброе утро. Доброе утро. О том, какие изменения внесены в уголовное законодательство, связанные с ужесточением за реабилитацию нацизма и предусмотрена ли повышенная уголовная ответственность за совершение данного преступления. На эти вопросы в эти минуты в нашей студии ответит старший помощник прокурора республики Елена Дермограева. Все темы. А сегодняшняя тема, она особенно актуальна в преддверии самого святого, наверное, праздника для всех россиян – Дня Победы. Мы будем говорить об защите исторической памяти. Я хочу у вас спросить, какие изменения внесены в уголовное законодательство, связанные с ужесточением ответственности за реабилитацию нацизма? Ведь мы знаем, что эта тема очень актуальна, особенно в Прибалтике. Да, и в России, наверное, такие случаи есть. Расскажите, пожалуйста. Уголовным законодательством Российской Федерации признаются преступлениями и влекут ответственность за реабилитацию нацизма такие действия, как публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, а также публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Законодательством ужесточена ответственность за данные преступления. Предусмотрено наложение штрафа до 3 миллионов рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период работы до 3 лет. В качестве альтернативных видов наказания предусмотрено применение принудительных работ, либо лишение свободы сроком до 3 лет, и при этом заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Запрещается. Да. Ну, предусмотрена ли повышена уголовная ответственность за совершение вот такого преступления? Да, повышенная ответственность предусмотрена, если такие преступления совершены группой лиц по предварительному сговору или с использованием средств массовой информации, либо сетей интернет. В качестве наказания предусмотрено наложение штрафа от 2 до 5 миллионов рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период работы до 5 лет. И в качестве альтернативных видов наказания предусмотрено применение принудительных работ, либо лишение свободы сроком до 5 лет. Данные изменения вступили в силу с 16 апреля этого года. А предусмотрена ли административная ответственность за вот такие данные преступления? Да, законодательством также предусмотрена и административная ответственность. Это статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья звучит так. «Злоупотребление свободы средств массовой информации». И данная статья дополнена положением, устанавливающим административную ответственность именно юридических лиц за публичное оскорбление памяти защитников Отечества. За данное правонарушение налагается административный штраф, размер которого составляет от 3 до 5 миллионов рублей. Ну что ж, я благодарю вас за вот такую полезную информацию. Я думаю, люди, которым приходит в голову что-то дурное, поймут, что за это они понесут наказание. Очень серьезное. Очень серьезное. Я благодарю вас. Спасибо вам. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Черкесской редакции» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова